Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Вижу я хорошо, использую очки для чтения, потому что зрение отказывается что-то искусственное читать, видеть и прочее, зато так я вижу нормально и прочее, прочее. Итак, вы знаете, что я сейчас занимаюсь аудиокнигой целительной силы. Четвертый том подходит к своему естественному завершению. Материал уникальный, и вы можете его посмотреть и послушать на спонсорской подписке. Некоторые выдержки из этой книги, хотя вы можете почитать в моей библиотеке, я вам привожу. Ну вот, у меня попался очень интересный случай, который произошел с женщиной, на пальце у нее возникло некое образование. Она сходила к врачу, а врач сказал, что подозрение на меланому, образование было на пальце. И, естественно, ничего лучшего не было предложено, как удалить часть пальца, дабы, чтобы это меланомы или что-то похожее на это, то есть можно, так сказать, перестраховаться, чтобы вот это не пошло дальше. Вот, и вот эта женщина использовала мои книги, это немножечко иной подход, она использовала образно-волевой настрой на то, чтобы вот это образование исчезло. И вот я привожу пример, как это произошло. Так что, если вы видите вот такие вот видосики, это выдержки из спонсорской подписки, я просто-напросто для вас их привожу, чтобы вы так ознакомились, что именно там происходит. Приятного прослушивания. И не просто прослушайте, а запомните. И в трудном случае это всегда можно применить до того, как что-либо вам оттяпает. Пример. Расскажу одну историю. Лет пять назад у меня на среднем пальце правой руки, на первой фаланге, примерно там, где мы держим ручку, появилась небольшая пульсирующая петелька из капилляра. Не зная почему, я ее срезала. Ранка стала кровить. Чем дальше, тем больше. Потом появилась не то, что боль, а какая-то болезненная тяжесть в руке. Края ранки стали расползаться. При малейшем усилии текла кровь. Обратилась к хирургу. Он меня отправил к онкологу. Онколог поставил диагноз. Меланома под вопросом и направил на операцию. Описывать свое состояние не буду. Думаю, что понятно. Скажу, что солнце погасло у меня в глазах. Стало ясно, что вступаю в новую фазу жизни. На мое счастье, все случилось накануне 8 марта. И предстояло 4 дня праздника. Зав хирургическим отделением сказал, что оттяпать палец мы можем после праздников. Отделение переполнено и нужно прийти после праздника. 8 марта, отправив мужа с сыном поздравлять бабушку, я сама села на кухню около окна. На подоконнике круглый год цветут фиалки. Я их очень люблю. Развязала ранку. Смотрю на ранку. Стало как-то спокойно на душе. И я стала представлять, что ведь очень просто, если ранка зарастет. И как это будет хорошо. Я так ярко представила, как должно произойти. Потом перевязала палец. Пошла, легла и очень крепко уснула. Очень спокойно и уверена, что так должно произойти. На протяжении 4 дней праздника я не мочила руку, ничего не делая. И как-то спокойно прошли все дни. Домашние меня щадили. Накануне операции, вечером, я обнаружила, что повязка грязная. За эти дни не делала перевязок. А самое главное, что бинт сухой. Развязала. Смотрю, а ранка затянулась и образовалась корочка. Не веря своим глазам, сменила повязку и легла спать. На следующий день в кабинете врача говорил, что, видимо, операция не нужна. Так как с перепугу ранка затянулась. Доктор посмотрел, убрал коросту, снял с учета. Комментарий. Яркий мысли и образ. Сделал свое дело. Всего за один сеанс. Заранее заданная программа исцеления с помощью сна была введена в полевую форму жизни. И далее в первичное осознание, сделав там необходимую коррекцию. Вы можете рассосать любую опухоль. Излечиться от любой болезни. Если будете сознательно визуализировать процесс исцеления. Поэтому в тяжелых и запущенных случаях постоянно занимайтесь этим и днем, и ночью. В противном случае вам оттяпают все, что болит. И сделают инвалидом на всю жизнь. А оставшаяся у вас причина даст новые ростки в других местах. Их опять будут тяпать то в одном, то в другом месте. До тех пор, пока тяпать больше будет нечего и некого. Здорово, здорова. Ачара Готина с праздником. Богатырь, ты что ли? Мам, привет. Пой, здорово. Субтитры сделал DimaTorzok